На днях в администрации города состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и занятости детей. На повестке дня было рассмотрено множество вопросов, связанных с плановой работой в лагерях и в городе. У нас сейчас два месяца лета остаются, остаются две смены в стационарных лагерях, плюс отдых, организованный в городе. Это дворовые площадки функционируют у нас, это праздники двора, и плюс нам нужно провести два профильных лагеря, но они будут работать в рамках стационарных лагерей. У нас называется и Белая река. Основной темой заседания стала подготовка детских лагерей «Горное эхо», «Ласточкино гнездо» и «Зеленые дубки» к следующему заезду детей. Вместе с тем собравшиеся обсудили кадровые вопросы и наличие у работников центров отдыха необходимой документации. 32 человека в состав и десяток тех персоналов, административные медработники. Врачи 50 раз на медицинских лагерях ездят. Справки инцидивности почти в полном времени собраны. Есть такие моменты, что люди в процессе смены будут уносить, потому что не все в руках все в пункте. С советом были рассмотрены темы предоставления бесплатных путевок для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина отметила необходимость проведения более активной политики для привлечения таких семей к детскому отдыху. В завершение заседания начальник ОДН ОМВД России по городу Кумертау напомнил руководителям лагерей о необходимости незамедлительно сообщать о любых инцидентах, случающихся на их территории. В общем, я прошу руководителей лагерей сообщать незамедлительно о данных фактах. У всех есть мои сотовые телефоны, поэтому, чтобы неоткуда-то мы узнавали и не знали, что сказать, а от вас. Чтобы мы могли ориентироваться в этой ситуации и как-то вам помочь.